Здравствуйте! Говорят, лето похоже на выходные. Июнь – это вечер пятницы. Июль – суббота, а вот август – воскресенье. Сегодня многие уже вовсю жалуются на жару и ждут, когда же она уйдет. Придет время – уйдет. А вместе с ней – и холодный арбуз, и аппетитные шашлыки, и душевные встречи с друзьями на природе. Так что давайте радоваться лету. Оно обязательно оставит нам приятные воспоминания, которые будут греть нас холодной зимой. Я рада, что сегодня вы выбрали полчаса, чтобы посмотреть нашу программу. Мы вас не разочаруем. На старт, внимание, полетели. Для чего нужны спортивные голуби, как они тренируются и до каких рекордов долетают. Длинные волосы – это всегда красиво. Как отрастить косу до пояса и научиться за ней ухаживать? Выясняли наши корреспонденты. Сделана в Украине тримбита не только самый длинный музыкальный инструмент, но один из символов нашей национальной культуры. Когда животное и доктор, и фотомодель не верите, а такое возможно в городе Доброполе. Как хорошо себя чувствовать в жару? Элементарно. Мы собрали самые простые и эффективные советы со всего мира. Знаете ли вы, что спортивными бывают не только люди, но и птицы? Вот, например, какими вы себе представляете спортивных голубей – мускулистыми, накачанными в кроссовках? А хотите проверить, совпадают ли ваши представления о них с реальностью? Тогда смотрите наш сюжет о пернатых спортсменах. Спортивные голуби – это представители элитного направления птицеводства. Внешне они ничем не отличаются от декоративных. Раньше их называли почтовыми и с их помощью отправляли послания на большие расстояния. А вот сейчас спортивные голуби участвуют в соревнованиях – голубиных марафонах. Пять часов утра. Стадион «Олимпийц» в Покровске. Весь город смотрит сны. Не спится только голубеводам и желающим увидеть, как 14 тысяч голубей будут парить в небе. Именно столько пернатых привезли к нам из Румынии, чтобы устроить птичью гонку. Уже, кстати, третью по счету стартующую из нашего города. Данное мероприятие организовано согласно договору про сотрудничество между Федерацией голубиного спорта Украины и союзом профессиональным голубеводом Румынии. Этот выпуск спортивных голубей включен в мероприятие данного цикла. Значит, в этом году мы совместно провели порядка восьми совместных выпусков. Хорошенько подкрепившись разбухшей кукурузой, спортсмены готовятся к старту. Им предстоит за один световой день преодолеть расстояние около тысячи километров. В спортивном голубе очень много раз, то есть направлений. Это спортивные голуби Румынии. То есть получается, вот это вот кольцо, которое под контролькой, это голубь получает со своего детства, когда он еще маленький. То есть ему на ножку одевается вот это вот кольцо. Здесь написано Румыния и порядковый его номер. Порядковый номер здесь получается 2 миллиона 170 тысяч 416. То есть у этого человека, который занимается, это у него 2-миллионный голубь. Потом на это кольцо одевается контролька. Вот это на этой ноге, это чип. Чип, который, электронный чип, который сигнализирует именно прилет его голубятню. Он прилетает домой, у него есть платочек. Он заходит и автоматически срабатывает этот чип. Направлений спортивных голубей очень много. Эти голуби, которые привезли Румынии, они, в принципе, должны за световой день сегодня со скоростью 70-80 километров прилететь домой. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пернатых спортсменов начинают тренировать еще птенцами. На первых порах они летают на небольшие расстояния в несколько километров. И уже к году участвуют в больших гонках. К ним приходится относиться жестоко часто. Потому что, ну а как? Как к спортсмену, к любому. Если хочешь достичь результата, значит, нужно прилагать для этого усилия. Поэтому голубя нужно воспитать. Как человек чемпионом становится, воспитывается, так и голубь тоже. И они тоже своеобразные. Но вот эта порода голубей имеет самый сильный характер. Самую сильную волю, самый сильный хоминг. Это стремление вернуться в родную голубятню. То есть голубь летит, преодолевая все препятствия иногда. Ветер, жару, дождь, неблагоприятные метеоусловия, голод, жажду. И все-таки возвращается домой. И, конечно, для голубевода увидеть этого голубя, которого увезли за полторы тысячи, скажем, километров. И вот он через там сутки или двое садится на родную голубятню. Это какой надо иметь тягу к этому, чтобы все-таки проделать такой непростой путь и вернуться. Это был марафон. Это марафон, это значит, это идет объединение. И вот на этом объединении, на котором будет сейчас сделан этот выпуск, значит, там будет первое, второе и третье место. Но опять, там может разыгрываться от 100 тысяч, от 100 тысяч евро. И может даже быть выше. Однако такие гонки приносят удовольствие не только голубеводам. Просто стать свидетелем такого массового взлета – очень захватывающее зрелище. Незабываемые впечатления. Казалось бы, голубь – небольшая птица. И вот этот вихрь и порывы этого ветра, когда они вылетают из этих клеток и взлетают в воздух. То есть, ну, просто вот незабываемо. На Донбассе сегодня идет война, да, а мы знаем, что голубь – это птица мира. Многие, уже все хотят, чтобы как можно быстрее закончилось это акваропролитие. И я думаю, что это такой, скажем, добрый знак, который, дай бог, позволит в ближайшее время все-таки прекратить войну и чтобы у нас был мир на нашем Донбассе, в целом в Украине. Стартовав в 5 утра, в этот же день в Румынии финишировали 30 голубей. Но остальные прилетели чуть позже. Расти коса до пояса, от пояса до пят, чтобы было таких пять. Так приговаривали наши бабушки и прабабушки, расчесывая свои длинные волосы. Но со временем коса постепенно вышла из моды. А давайте познакомимся с девушками, которые, несмотря ни на что, придерживаются принципа, что длинные волосы – это всегда украшение женщины. Ответ на вопрос, зачем женщине длинные волосы, очевиден. Конечно же, для красоты. Издревле считалось, что длинные волосы являются признаком женственности. И чем длиннее коса, тем больше шансов затмить других красавиц. Наська, косу подай! Живей! Вот. Мамань, а у Наськи коса лучше моей. Твоя дороже, твою на ярмарке куплено. Нарежь ей косу! В средние века в Европе все женщины имели прически из длинных волос. Распущенные волосы могли позволить себе незамужние девушки. Замужние дамы обязательно скрывали волосы под головным убором. На Руси во все времена женщины заплетали косы и укладывали их обручем вокруг головы. Зачем были нужны длинные волосы на Руси, спросите вы. Все по той же очевидной причине. Длинные волосы всегда считались украшением женщины. Славяне считали их проводником и накопителем энергии для тела и источником мудрости. И только в начале прошлого столетия стали очень популярны короткие женские стрижки и химические завивки, которые зачастую приводили к печальным последствиям. Что случилось? Сожгли! Пережгли! Ужас какой! Успокойтесь! Ой, ну женщина, я же вам сказала, через 15 минут. Ну, что же вы сидите-то? Длинные волосы в наше время, несмотря на определенную популярность и удобность коротких стрижек, носят многие женщины. Конечно же, за ними труднее ухаживать, их сложнее мыть и делать для них маски. Они требуют большего количества времени и косметических средств. Поэтому уж очень длинную косу рискуют оставить совсем немногие. А вот Елену Булавину все эти сложности не пугают. Героиня нашего сюжета рассказывает, что максимальная длина ее волос достигала уровня середины голени. Потом все же пришлось немного остричь. Я вообще обрезала их кардинально. У меня были волосы, конечно, гораздо длиннее. Они были уже ниже колена. До половины икры, так сказать, доходили. И мне их пришлось остричь где-то по пояс. И с тех пор я, в общем-то, по чуть-чуть подравниваю. Ну, практически каждый месяц. Чтобы не было секущихся кончиков. Это была мечта с детства. Мне всегда нравились длинные волосы. Всегда любила смотреть на девушек, у которых длинные волосы, сказки смотреть. Тоже, когда там были принцессы с длинными волосами. И у меня такая появилась цель отрастить тоже себе длинные волосы. Что же делать для того, чтобы волосы так быстро росли и имели такой ухоженный вид? С пищей мы получаем все необходимые строительные материалы для волоса и вещества, регулирующие обмен веществ и рост волос. В первую очередь стоит налегать на фрукты и овощи, семена и орехи, зелень, молочные продукты, яйца и рыбу. Не забывайте ежедневно употреблять масло, оливковое или льняное. При желании можно добавить в рацион витаминно-минеральные комплексы. Не забывайте и о факторах, которые действуют на рост волоса снаружи. Прежде всего, наверное, нужно обратить, конечно, внимание на питание. С одной точки. Потому что масками лечи, не лечи. Все равно внутреннее питание, но очень важно принимать витамины. Ну, сейчас, конечно, по сезону витаминов достаточно. Ну, а зимой желательно, конечно, пропить какие-то витаминчики. Правильно стараться питаться. Регулярно делать, может быть, там, три раза в месяц, каждую неделю масочки. И, в общем-то, я думаю, что можно спокойно отрастить такие длинные волосы. И правильно, главное, еще расчесывать, чтобы их не дергать, эти волосы. Вот, снизу и вверх, вот так, постепенно. И, в общем-то, я думаю, никаких особых сложностей в уходе не будет. Александра из Доброполья также отращивала волосы всю свою сознательную жизнь. Сейчас ее маленькая дочка стремится во всем походить на свою маму и хочет такие же. Мои длинные волосы у меня с самой школы. Я не подстригалась, даже коротко не могу даже вспомнить, когда это было. То есть такая длина у меня поддерживается на протяжении всей жизни. Вот, уход, конечно, не то чтобы сложный, просто требует терпения. То есть их нужно тщательно промыть, высушить, расчесать, самое тяжелое. Сейчас, благо, есть всякие средства, которые помогают в уходе за волосами. Их большое множество. Поэтому для меня это уже привычка и не составляет никакого особого труда. Как рассказала нам Александра, ее будущий супруг, увидев девушку со спины с распущенными длинными густыми волосами, сразу сделал свой выбор. Обращают внимание, и даже не то чтобы с распущенными, а многие обращают внимание, даже когда я просто с косой иду, что говорят, вот какая коса, просто коса, девичья краса. Да, и, кстати, мой муж решил со мной познакомиться, потому что увидел мои длинные волосы. Образ женщины с длинными волосами ассоциируется с хранительницей домашнего очага, мудрой, доброй и любящей. Именно поэтому мужские сердца тают при виде длинных густых женских волос, а женщины всегда мечтают о таких. Согласитесь, интерес к народной культуре, всплеск которого пришелся на далекие 90-е, с годами не угасает, а наоборот разгорается еще сильнее. Немало способствуют этому и различные волонтерские акции. Кстати, благодаря одной из них жители Покровска смогли не только увидеть самый длинный в мире музыкальный инструмент, но даже попробовать на нем поиграть. Как это было, что представляет собой тримбита и как она передает украинский дух народа, смотрите и слушайте. Тримбита – самый длинный в мире музыкальный инструмент, в котором живет душа Карпат. Диапазон тримбиты до 2,5 октав. Слышимость звука свыше 10 километров. Для гуцульских пастухов это и часы, и своеобразный телефон, и даже барометр. Ее мелодии растекаются на километры. Когда-то вся жизнь гуцулов проходила под ее звуки. Благодаря такому духовому инструменту еще несколько веков назад горцы общались между собой на расстоянии. С одной горы на другую гору передавалась информация, и с помощью мелодии можно было передать информацию реальную. То есть есть определенные мелодии рождения ребенка, определенная мелодия веселья, свадьбы, определенная мелодия праздника церковного, пасхи и так далее, определенная мелодия похорон. И когда в одном хуторе происходило какое-то событие, или наступление врага, например, или наступление победы, это все определенная мелодия. Выходил тримбист, тримботарь и дул. А так тримбитарь с одного холма дул другому тримбитарю, который на расстоянии 10 километров, например. Этот передавал дальше, и так распространялась информация в горах. То есть вот СМС-сообщения, которые были изобретены тысячи лет назад нашими предками. Когда-то тримбиту изготавливали только из расколотого молнии громового дерева. Его спиливали, раскладывали и выдерживали в течение нескольких лет на улице. На ветру, под дождем, на солнце и снегопаде, на морозе, на сухой погоде. И только тогда, когда все эти удары стихии приняло дерево, делали из него тримбиту. А уже потом, перед тем, как играть на тримбите, в отверстие инструмента заливали жидкость – водку или горячее молоко. Но только не воду. А еще этот музыкальный инструмент не для женщин. Он требует мужских рук. С незапамятных времен украинцы пользуются этим инструментом. Никто не знает, когда он родился. Это еще дохристианская культура. Изготавливается он из дерева смырека, который растет там. И вот она смырека, обмотана берестой обыкновенной. Средняя длина тримбита – это 3,20, бывают тримбиты до 5 метров. А еще в музыке и музыкальных инструментах украинцы видели важную роль оберегов. Знали специальные наигрыши, которые, по их мнению, обеспечивают ребенку здоровье, плодородие почвы и плодовитость скота. Как рассказал нам Владимир, до сих пор живут в Карпатах семьи, которые занимаются изготовлением тримбит. Это целое сакральное искусство. В Украине осталось очень мало мастеров. На самом деле, сложно их было найти. Делают их в очень маленьких местах. Это 2-3 мастера по всей Украине. Естественно, и игроков на тримбитах с такой же количеством. Но в день, когда волонтеры приехали в Покровск, все желающие получили возможность попробовать хотя бы издать звук на духовом инструменте. Мы убедились, что для новичка выдать хотя бы писк из этой громадины большой труд и требует немалого опыта. Не остался равнодушным к игре на тримбите даже наш оператор. И на время мы поменялись местами. Что же, вот и наш Покровск получил возможность ощутить настоящий дух Украины, заключенный в музыке тримбит. А значит, это еще не раз доказывает, что мы едины и нет разграничений между Востоком и Западом. А есть общее стремление жить в мире и благополучии. А вот скажите, сколько у вас домашних питомцев? Один, два, три или может ни одного? В одной Добропольской семье их целых 22. Конечно же, животные в доме создают неповторимую атмосферу преданности и теплоты. Но вместе с тем много животных, много и проблем. Это кормление и лечение, уход. Рацион питомца должен включать витаминный комплекс, а это дополнительные расходы. Как со всем этим справляются в домашнем мини-приюте Общества защиты животных «Верность» в городе Доброполе, видела наш корреспондент Татьяна Намазова. Вот уже 11 лет эта семья не представляет своей жизни без собак. Сейчас в их доме живет 22 питомца разного возраста. Многие из них были спасены от голодной смерти в зоне АТО, а многие взяты просто с улиц Доброполья. У каждого, кто видит этих ухоженных и вполне довольных жизнью песиков, возникает вполне закономерный вопрос. Как такое количество питомцев уживается в совсем небольшом частном доме, а главное, как их прокормить? Хозяева посчитали, что ежемесячно уходит только около 50 килограмм мяса. А вот сколько крупы и сказать сложно. Конечно же, иногда помощь в содержании им оказывают крупные предприятия, но зачастую семья собственными силами приобретает все необходимое для своих любимчиков. Официально мы зарегистрированы 5 лет. То есть мы как организация, мы легально существующие теперь. Это в данный момент вы находитесь в частном мини-приюте «Пес мокрый нос». Те собаки, которые здесь находятся, это уже те собаки, которые вытащили счастливый билет. Это уже непристраиваемые. Хотя да, пытаемся пристраивать, раздавать, но у нас одно из условий – мы не отдаем собак на цепь. Поэтому, скорее всего, собак у нас никто и не забирает. Так как мы договор составляем, отдаем под договор, отдаем с прививками, отдаем стерилизованных животных, помогать. Ну, есть у нас 2-3 человека, а так в основном справляемся сами. Несмотря на сложные времена, каждая собака в этом доме имеет все необходимое. А главное – питомцев безумно любят и заботятся о них. Я животных люблю очень. Сама идея, она, наверное, с детства у меня. Это моя мечта. Приют, но приют, опять-таки, это не панацея от всего того, что сознание у нас людей нужно менять. Потому что приют, ну все считают так. Приют, значит, вы приедете и заберите животных. Вот, у вас приют, вы обязаны. Нет, ребята, мы никому ничем не обязаны. Это вы обязаны. Поменять свое сознание и свое отношение к братьям нашим меньшим. Прежде всего, не выбрасывать, не выкидывать, не заводите, если вы не можете их дальше содержать. Ведь собаки и кошки на улице не появляются с неба, правильно? А потом у нас проблема. Живет в питомнике несколько совершенно неповторимых особей. Так Умка и Карина помогают в лечении деток-аутистов. К этим собачкам на протяжении четырех лет практически ежедневно приходит Настя. Вместе с этими питомцами она забывает о своих страхах и прекрасно проводит время. Они меня успокаивают. Помогают мне во всем. Сама собака, она выбирает человека, с которым она общается. И, наверное, своим сердцем лечит ребенка, когда у ребенка отходят фобии, когда ребенок начинает понимать, что он перестает бояться. А еще Карина – настоящая собака-фотомодель. Безумно любит фотографироваться со своей хозяйкой и умеет практически застывать на месте при виде фотоаппарата. Она у нас балерина, да? Что ж, хорошо, что есть люди, для которых совсем не важно, каких голубых кровей их питомцы. Они не возят их на выставки и не покупают им модную одежду. Они их просто любят. А животным, в свою очередь, нужно совсем немного. Всего лишь внимание и забота своих хозяев. Цените питомцев и не забывайте, что они для вас лишь страничка из жизни, а вы для них – вся жизнь. Лето уже перевалило за две трети и вот-вот помашет нам на прощание позолтевшими листиками осенних деревьев. Но жара еще долго не оставит в покое столбики термометров. И тема о том, как выжить, когда температура угрожающая поднимается все выше и выше, еще остается актуальной. Итак, смотрите и перенимайте опыт борьбы с палящим солнцем из разных уголков планеты. В нашем городе этим летом впервые на помощь всем, изнывающим от жары, пришли пожарные. Такой сюрприз приготовили в один из самых жарких дней организаторы водной битвы. Пять тонн воды из пожарного шланга отлично справились с задачей и локализовали недостаток свежести у жителей города. Кто-то раздевается, чтобы было не жарко. А вот в Индии, наоборот, здесь придумали одежду с климат-контролем и используют ее по всему миру. Стало душно? Нажимаешь кнопочку охлаждения и не нужно переодеваться. Вот такие чудеса нанотехнологий. Менее прогрессивные жители Индии активно используют головные уборы. Но только не совсем обычные. Индусы в знойные дни надевают влажные, почти ледяные платки. По их мнению, такой способ борьбы с жаждой очень эффективен. И это полезнее, чем просто пить воду. Восточнее Индии в государстве под названием Бирма пользуется популярностью самодельная косметика Танадхар. По сути, это опилки из дерева Танака, которые растираются и смешиваются до пастообразной консистенции. Затем такой мейкап наносится на лицо. Достигается эффект смягчения и охлаждения. Применяют его, чтобы освежиться в основном женщины и дети. Японцы тоже используют растения, чтобы бороться с жарой. Они придумали специальную летнюю кровать из бамбуковых трубок, которые продуваются ветром, и получается естественная вентиляция. В дополнение к этому над такой кроватью вешают ветряные колокольчики, звук которых ассоциируется с прохладой. А вот бразильцы, где круглый год лета, в жару пьют. А так как там практически всегда жарко, то пьют жители солнечной страны много. Предпочтение отдают кокосовому соку. Этот напиток и правда хорошо освежает. Но важно, чтобы сок был из незрелого плода, иначе действие будет обратным. И главное, как бы высоко не забрался столбик термометра, никогда не теряйте надежды на живительный дождь. На сегодня все. Наша программа подошла к концу. Я искренне желаю вам всего самого доброго, радостных, счастливых мгновений, покоя в душе и хороших событий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова